Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Подсказали сделать тему, мы ее сделали. Уже 23 день, и каждый день мы за прошлый день даем отчет. Вопросы, пожелания, события дня. Вчера воскресный день был, 3 число января 2016 года. Как утром всегда встали, записали ролик. Володя побежал топить в храме. Тут батюшка был уже готовиться к службе, людей встречать, ворота открывать. Никита стал предверником. Дальше водит собрание. После собрания песнопения, это в трапезной все. А после этого трапеза, кто остался, обедают. А потом занятия. А после занятия наши братья идут на благовестие, раздачу Евангелия в городе, как могут. Ну, когда возможность позволяет по погоде и прочее. И вот сегодня мы к очередному, за вчера вашей день. Ну, писем будет меньше. Что-то сделалось с Ютубом, и там трудно было зайти. И куда идет, все это непонятно. Вот. Пора я... Вот так, как всегда говорю об этом. До этого мне вопросы все брали. Вот считать надо с контакта. Считай. Вопросы, пожелания, события дня, задавайте вопросы. 3 января 2016 года. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников и из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к попрошателям, теперь видны на нашем видеоканале, в Освете Библии, твёртым оком. Вот. Потому что я уже начал отвечать. Стал отвечать, но у нас есть форум. Вот он, форум, как выглядит. Православный форум. Вы сами на него теперь заходите. Просто зарядите. В Яндекс, в Гугл. Это большой форум. 1587. Я просто скажу, такого форума нету. Причем он нету. На этом форуме нет споров. Потому что в полноте материал. Там и ННН, ЧИП, и Патриархия, там, Евреи. На все темы. Ну, 1500 тем, ну, это надо понимать там. И все, что в мире есть, на эту тему, в тему в эту вложено. Здесь споров нету. Спорит, когда придет какой-то баламут, начинает бузить. Его предупредили раз-другой. Ты нарушаешь правила форума. А вот здесь вот вверху написано правила форума. Вот она, видно или нет. Просчитай их, не нарушай. На кого обижаешься-то? Самое тут главное, вот это вот новое сообщение. На них давнул, и ты на первой странице. На первой. И можешь, да, вот сейчас зарегистрироваться как. А вот здесь вот на главную страницу перейди. Где-то она тут есть, главная страница. Ну, это вот, потому что там она, когда кто заходит-то. Вот. И вот здесь вот общий поиск, вот видно. На него нажми, и по теме заряди, какое-то тебе надо. И тема-то сразу выйдет, пойдет. Вот я как раз к этому призываю. Я не бываю ни ВКонтакте, нигде. Мне сделали страницы там везде, и в Фейсбуке. Хуже Фейсбука ничего не нашел. С первого дня. Только зашел. А вот определить меня. Не буквы какие-то кривые разгадать. А выставили 4 или 3 фотографии. Кто из ваших друзей? Да как я могу узнать, кто друзей? Это они в друзьях числятся виртуально, их нету. А у меня 8 тысяч друзей было. Кого я узнаю-то? Никого. А участвуют, которые здесь, их там ни одного нету. Все, я потерял этот Фейсбук. Я понял, что это хитрит человек для обогащения, что-то ему надо. Это обязательно связано с деньгами. Потом стал говорить, оказалось, что все действительно так. Как работать надо. Я показываю, как работать. Вот у меня есть страница «Люблю мой мир». Какой он прекрасный был, его испортили. Можно было одновременно 5 тысяч знаков, 12 фотографий отправлять. У меня в друзьях было 8 тысяч. 8 тысяч сразу получают. А вот сегодня, когда начинают посылать, поздравительно, страшно не люблю. Еще свое натолкнули. Ну просто и ставятся вот сюда. Мои ролики забивают. Я этих людей сразу выбрасываю из друзей. Зачем? Они никогда не бывают здесь. Ну а открытки-то сейчас еще можно рассылать-то. Я покажу, какой пример, как работать надо. Как люди работают, какие. Вот сейчас возвращаемся мы на первое. Вот берут и переносят. Рано или поздно я не буду давать это объявление. Сами заходите на форум. Сами задавайте вопросы на форум. И там, дорогие, первые вопросы. И теперь объявление я дал. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть, для облегчения поиска нужного ответа. Отвечая мне, с этим не справиться, даже при всем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. И по нему поисковик приведет в ролик с нужным ответом. Обязательно указать, на какой минуте и о чем. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал во свете Библии, открытым оком, помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайтесь, сделав оглавление, помещая содержание простыми словами. О Библии, Христе, Святости, Суде Божьем и так далее. И это содержание перешлите мне или в мой мир, на форум или на почту. И я уже помещу это содержание внизу указанного видеоролика. Только делать все дело ответственно, без ошибок, без пропусков. Я прошу, помогите, мне невозможно. Я думал, как сделать, чтобы одни и те же не делали. Так я буду вставлять, ты будешь брать, и видно, что уже пояснение дано. Пояснение, может, неправильно я поставлю где-то по поисковику, чтобы искать. Это где-то там внизу. Никита понимает в этом деле, он подскажет. Уже двое сделали. Я благодарю их. Ну и у меня совсем мало здесь сегодня. Что? Юрий Соболев. Да. В качестве же литургийного, лично я за церковно-славянский, кроме чтения Евангелия, Псалтирии и проповеди, все я обязательно на русском. Как у нас. Мы не стали дальше идти. Мы били за русский язык, обращались в Синод Русской Православной Зарубежной Церкви. Ответа не было. А архиерей наш, чтобы три года об этом не разговаривали. Все. И мы перестали. На нас нападает, мы о церковно-славянском языке, три года. Но 23 мая, через три года, мы тогда приступили, библейское просили. И только библейское. По Риме, это Ветхозаветное и Новозаветное чтение. Апостол называется. Евангелие. Псалтырь. Вот это на русском. Но если поется это, псалтырное, то по-церковно-славянски. То есть мы избрали щадящий режим. Проголосовали за это дело. Были люди, которые... Я только за церковно-славянский. И они ушли. Два человека было. Потеряевки один и здесь один. Они ушли. Ушли куда? Здесь два было. Один в мир ушел, а другой там... Другое куда-то ушел. Даже не в патриархию. Поэтому... Так, уходи-ка с дороги. Тут мешаешь. Дальше, считай. Это как бы придает литургии сакральности и историчности. Ну, литургии придает сакральности и историчности. Придает и придает, но люди-то не понимают. О чем говорил Феофан Затворник. Рано или поздно надо начинать, надо делать. Народ не понимает ничего. У сегтантов там такие они простенькие, но люди-то понимают их. И какие там они поют песнопения. О них новые-новые пишут, талантливо пишут. Горели, огонь, горели. Или нас зовут христиане. Или взойдем на Голгофу, мой брат, да мало ли их там. Знаем. Очень хорошие. И они берут везде. Из Нацена, из Пушкина, из Лермонтова. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Они талантливые в мире. Протестанты, талантливые. А православие-то засохшее все. И которое начинает маленько двигаться, сразу прихлопнули. Ничего нет. Ну и стоит на одном месте, как болото тухлое. Люди приходят и уходят. Ничего не знают. Задыхаются в этих вагарках, в нечистых свечах. Да еще ладан такой напустят. Совершенно не ладаном даже назовешь его. Глаза выедает. Как у мусульман в мечети арабской. Так они ничего не знают. Ничего. Я говорю, что понимаешь? Нет, ни один не знает. Я еще не встретил, кто бы стоял и понимал. Ну бывает, понимает. Но они не встречались даже. Дальше. У евреев в синагоге иврит. Ну этих учат. У этих школы есть. Они знают. И дети знают. У католиков место на латинском. Совершенно ничего не знают. Абсолютно ничего не знают. Ну латинский язык. Так еще Кирилл и Мефодий, когда пытались там создать что-то понятное, так их арестовали. Они сидели и говорили, что только на трех языках можно было. На которых на кресте написано. Какое отношение на кресте написано и к нам. В русских вообще не понимают. Он говорит, вы как дикие звери. Ну житие его Кирилл и Мефодий это. Я абсолютно за русский язык. Но перевод должен там быть где-то. Но сегодня мы остановились на этом. Дальше мы не идем. А вне храма, как язык благовестия, только русский. Россия. С воскресным днем, Игнатий Тихонович. Как замечательно, что есть рождественские каникулы. Это время, когда появляется больше времени для чтения ваших книг. Есть такая задачка известная. Какую книгу вы взяли бы на необитаемый остров. Мне думается, ответ очевидный для крестьянина. Святая Библия. Но я бы взял открытым оком. Так как цитат в ней... Из писания. Из писания. На не один экземпляр Библии. Да. А главное, все разъяснено в соответствии со святатическим преданием. А про обилие юмора в ваших книг уже молчу. Зачитываю некий иные места вслух для поднятия настроения себе и близким. Кстати, только сегодня узнал, читая четвертый том, о символике полумесяца у основания креста на храме. Кто же ведь читал, что я? Это якорь. Да, якорь. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. В Псаломе 105, стих 17-18, разверзлась земля и поглотила Дафана и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопищах, пламень попалил нечестивых. Почему не упоминается в Псалме Корей? Почему эта участь миновала сыновей Корея? Никак не миновала. Спаси Христос. Нигде неизвестно. Но если двадцать и всех перечислять, он дал двоих. И все понятно. То есть остальные все за компанию. Нигде неизвестно, что Корей. Все провалились они. Все сгорели. Так что дальше отвечать не очень. А он не перечисляет их. Ну зачем перечислять-то? Взял одного-двоих. Это означает вся эта пропасть пошла дальше. Православная христианка. Благодарю Господа, что открыл мне вас и Сергея Козлова. Вы мне очень близки по духу. Я тяжело болею. Инвалид. Из дома не выхожу уже шестой год. У меня много вопросов. Главное. Епитимия по канону. Недостойное причастие. Кресты явления. Как совместить миссионерство. Совет. Жена в церкви да не учит. Молюсь и прошу ваших святых молитв, чтобы Господь мне открыл мои недоумения через вас. Живу в Одессе. С наступающим вас Рождеством Христовым. Ну вот видите, как это... Меня закрыли, там доступа нет к письмам, к комментариям, и поэтому больше нет. Мы начнем сейчас, что пришло на форум. На форум немножко пришло. Вот. Из прошлого беру. Из прошлого. Потому что здесь тоже, видно, праздничный день. Практически ни одного не было. И вот хотел сказать... Меня пересылали с контактов, видимо. Вот посмотрите, пожалуйста, на человека. Считай. Священник Дмитрий Котов. Регент семинарского хора. При Покровском соборе города Барнаула. Смотрите как. Глаза открытые. Никаких очков. Полная фамилия. Котов. Вот так должно быть всегда. Какие-то аватары там придумали, чтобы только скрыть свое лицо. Как змеи какие. Поэтому из друзей я их всех выкидываю. И объясняю это почему. Я сейчас объясню это дело. Дальше. Мало того, он еще и хор. С ним, с хором стоит. Видите, доказательство того, что с хором. Я вижу, правда, это Барнаульский собор. На соборе был. Вот. Видите, какой он. Вот он меня спрашивает. Вопрос. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Пожалуйста, скажите, как можно обосновать то, что и маленькие девочки должны покрывать голову на молитве. Так же, как и женщины. Я думаю, что это благочестивая традиция. Но кроме этого основания не нахожу. Ну, я уже не буду даже открывать. Первое послание к Каринтам. Считаем, 12-й, 14-й главы там поясняется. Жена, молящаяся с головой. Так это жена. Рядом написано муж. Если под словом жена вы будете понимать только замужнюю, тогда под словом муж вы обязаны понимать только женатого. Значит, тогда в храме мальчик может быть в шапке. 18-летний, но не женатый. Поэтому выход только один. Жена здесь имеется в виду женский урод. А никак у старобрядцев не замужняя, полголовы. То есть зашел ты непокрыто, видел, кто невесту выбирает. Ну, тут понятно все. Считаю, что это неверно. Абсолютно неверно. Это у нас как девочки открыты. Вот какая причина. Это не благочестивая обычая. Она основана в священном писании. И вот она грудью кормит, уже должна она быть в платочке. Тогда она не будет брыкаться. И никогда не надевайте на них, чтобы она в штанах бегала, дома или где-то. Никогда. Иначе вам не снять с нее эту мерзость. 22.6 в Тарзаконе говорит, мерзок перед Богом, кто носит женщину в мужскую одежду, мужчина-женщина. Да не надо, что у нее ширинки нету. Это поэтому... Ну, ясное дело, что... Ну, юбку наденет мужчина, и пусть у него даже юбка будет с ширинкой. Ну, понятно, что это юбка. Вот это лукавство. А шотландцы носят. Ну, шотландцы, язычники они носят. Вот что спрашивать-то? Не христиане же. Вот. Тут будут мои ответы. Повторяю, это уже прошло раньше. Василий Александрович Мельник. Вот это вот, когда вот так вот жену или кого-то берут, и притом он везде, с ней вот так вот страшно не люблю. У меня были тут снимки стояли мусульмане. Он стоит высокий такой. И она его обхватила и прильнула. Вот это может быть. Почему? Она жена. Она имеет право это. Она от него взяла, она к ребру своему примкнула. Он стоит совершенно свободный. Дальше видно пожилой, так лет под 60 с лишним. И она тоже. И она стоит благочестиво, так робко прислонилась к нему. Ну, благочестивый вид-то где-то. Не люблю. Даже я к ним ничего не имею. Просто, ну, нельзя этого делать. Христос. Это интимное дело. Дальше. Не могли бы вы объяснить, почему к славянам так негативно относятся другие страны и хотят уничтожить? Извините, если я как-то не так к вам обращаюсь. Видите, как он сказал фамилия, имя, даже отчество показал. Мне все нравится. Не нравится снимок. Я не скрываю. Жена там полуголая. Посмотрите, как у мусульман. Может и такое. Вы не встретите во всем интернете такое. Никогда. В жизни не встретите. Если она настоящая мусульманка-то. Ну, не эти, которые тут туркмены-то приезжают. Тут и свинину жрут. И все. Вот. Ну, что вам ответить негативно? Что посеешь, что и пожнешь. Это действительно так. Когда мы поезжали, ездили по Европе, там в Турции везде поехали, нам говорили, это мусульманские республики, там вот такие ненавидят русских. Русофобия страшная. И вот о русофобии там Чаплин пытается что-то говорить. Бредни пьяных старух, как Златоуст называют. Вы сами покажите. На нас этого нигде не исполнили. Нас принимали как родных. Узнали, что мы Дагестан. Там выстрелы звучат, снайперы стоят на перекрестках. А нас в магазин заводят и стараются нагрузить, дать. Вот как обращаются с нами. Как нам в Турции помогали турчанки. Нигде не сработало то, что пишут остальных. Нигде. Нас оставляла полиция. Особенно, ну, в моей жизни говорят, ну, что самое такое памятное было. У меня два события. К ангелу-хранителю я когда знаю, что ангел-хранитель. Мы в детский лагерь приезжаем, а рядом разъезд был. Мы его закрыли, но немножко еще теплится. Ну, и там для скотины большая такого вот диаметра примерно труба. Ее пополам разрезали сваркой и получилось два корыта. Ну, а дальше там сделали заглушки с той стороны. Его воду наливают прямо где воду набирает. Ну, а край-то какой? Она тонкая. Ну, железо-то какое там? Ну, 5 миллиметров есть или нет. Ну, и сварка как идет, она такая неровными этими. А у нас все ходят босиком. Мы взяли плягу, там рядом пастухи были, и приехали набрать воды. Мы ее набираем. Но тут я допустил большую ошибку. Ребенок стоит, который там, ему трудно держать плягу в машине. И я плягу взял, приподнял на эту, которая на край. Розвали не называются эти, борта. И наливаю. А наливать там шланги есть или ведро подаю, сейчас не помню кто. Там второй, наверное, ребенок был на лошади-то. А я ногами голыми встал на эту трубу. Не на трубу, а коры-то-то какое-то. И стою. И в это время лошадь дернула, и фляга упала. Представьте, полная фляга, 38 килограмм. И она падает, а у фляги внизу по периметру не дно, а дно повыше. А это и выступает именно контур. То есть острое на острое. А моя нога стоит, и она упала прямо рядом, вот так рядом-то. Я по сегодняшний день не могу. Это сразу бы отрубило вот так ногу. Отрубило. Мы находимся в степи. Не задержать ничего нельзя, кровь не перетянуть. Рядом ребятишки. Все, закончили. Не надо ничего. Давайте молиться. Молиться. Благодарить Бога. Сколько лет прошло? Ну, лет 30. Я все не могу опомниться. Это такой вот момент был. Было и другое. Еду, женщина сидит с ребенком на телеге. Ну, а коня запрек человек, который купил коня, а ничего не понимает. Запрек неправильно. Даже хому другой стороной бывает надевает. Ну, я не посмотрел. Опять же моя ошибка. Обратно едем. Чего он конь сбрыкнул? И он как попер. А он ваш жену-то сделал неправильно. Говорит, я тяну, а она в одну сторону тянет. Даша, а там какие-то машины далеко остановились. Женщина закричала. А рядом сидел парень, немец. Студент или кто. Он спокойно так сидит-то. Ну, я пытаюсь маленько притормозить. А мужики там увидели неладно. И они выскочили навстречу, чтобы коня захватить, поймать. На коню коня остановить-то. А он не набежал до них, остановился. Я тогда вышел. Давай перепрягать скорее. Ну, женщина успокоилась с ребенком. А этот, который немец-студент, а я знал, ничего не будет. Раз вы с нами сидите, вы молитесь. Какое доверие. Ну, из университета я преподавал. И вот такое дело. Это так, полуэтом. Ну, больше всего запомнился второй случай. Когда мы были в Швеции в 2013 году, и машина сломалась. Мы не знали, что сломалась. У нее в моторе полетел, там шестеренка сломалась. Ее нельзя отремонтировать нигде. И мы нигде. Такая дорога полупустынная. Ну, однорядовое движение среди леса. Более беспомощным состоянием никогда не было. Я просто взял собаку, ушел в лес и молился. Ничего нельзя сделать. И вдруг увидели там где-то домик, пошли туда. Как-то мы, тот маленько по-английски знает, мы чуть-чуть знаем. Ну, и позвонили полицию. Полиция сначала приехала, развернулись, посмотрели, вернулись. Видно, разведчики. А потом приехали. Есть нет, деньги. Вызвали эвакуатор. Нас привезли в город. Там карлс какой-то рой или что. Вот. И дальше уже началось. Советы русских нашли. И надо выехать не туда, а вам надо поворачивать ближе всего на Калининград. Значит, в Литву и туда уходить. И отремонтировали там. Это настолько было беспомощное состояние. А у нас груз. Машину можно бросить. Она полная у нас книг едет. Собачий корм. Наша здесь. Мы не можем ее бросить. И оставить стоять. Мы стоим полдня, никого нигде нет. Никто нас не знает. Машины несутся мимо. Ну, туда-сюда. Вот у меня в жизни памятные события. Я за них всегда благодарю Бога. Какие за рубежом полиция хорошая. В Германии останавливали. Память. Вот почему к славянам так относятся. Так себя ведут. Безобразно. Просто безобразно. И показывают в интернете. Негативные отношения. А какое оно должно быть? Что русские делали, германию захватили? Вы скажите, немцы насиловали или нет? У Гитлера прямое указание было. Хоть одну изнасиловать и сразу расстреливать на месте. А русским наоборот. На неделю отдаю. И дальше что? Мы изнасиловали. Мы изнасиловали. Ну понятно, пропащие. Два человека. Три-пять насилуют. Одну немецкую девушку. Женщину. А дальше начинают ей забивать туда. Куда со своим органом был-то. Грязь всякую и бутылки. И все-все опубликовано. Зверье. Это все осталось в памяти. Ведь погибло столько людей. Но эти дорвались теперь все. До наздре ему дали это. Грабили. Ну и грабили. Тащили. Немцы тоже тащили. Я говорю по отношению к женщинам. Нигде не показывают ни в одном фильме, что немцы хватали. Даже живет немец у них на квартире. И он по-серьезному сватается за нее. Отправить ее в Германию. Ну вот и отношение. Вот я объясняю почему. От поведения нашего. Дальше. Никола Александрович Гаевский. Если Никола, это значит старобрядец. Дальше. В 1993 году Федор Устинов дал мне твои догматические наработки и магнитофонные записи о сектантах в рационалистах, кои прослушивая отказался от вероучения баптистов и пришел в РПСЦ. Русско-православная Старобрядческая церковь. А Федор Устинов это старобрядец. И он ему дал. Вот у православной церкви со старым обрядом. Году владыка Силуян крестил нас и венчал в Новосибирске. То есть полное погружение. Это 100%. Тебе я всегда симпатизировал, несмотря на резкие выпады Федора и Володи Долгова. Ну такие там устаробрядцев, которые ненавидят нас, просто трясутся от злоби, в падущие впадают, похоже. И что? Внимательно присчитываю ту литературу, что привозит нам Нина Матузова. Это родная сестра моей жены. И несколько книг открытым оком имею. За эти годы стал понимать чтение текстов на славянском. Хотя было такое, что я подарил Феодору жития святых Дмитрия Ростовского. Не понимал ничего. Потом, по прошествии лет десяти, он мне вернул книгу со словами. Теперь ты можешь сам читать. Долгов же научил пению, чтению в храме громко и внятно. Были у меня беседы и с Андреем Федотовичем. Вот Володя Долгов, это его сын. А Андрей Федотович мой друг. Редчайший души человек-старобрядец. Широкого профиля. Долговым. Касательно вашей молодости и перехода в новую веру. Но так ничего и не понял о причинах такого решения. А сегодняшние Новосибирские ничего толком не могут сказать. Ну как я, третье поколение злобе учат. Я там был, и меня всякие обвинения, старобрядчество, вот. Мы там были, там я венчаный. Вот. Ну, с баптистами имел связь. Ну, и меня трепали за это. А Андрей Долгов тайно приступился, смотрел, куда я иду. Ну, я когда пришел с баптистами беседа, я не вижу там народу много. И он тогда приехал, говорит, вы что Игнатия гоните-то? Он им рассказывает о вере православной. Я был, я видел-то. А они ничего не понимают. И что интересно, вот. На меня когда гонения какие-то бывают, практически ни одного человека нет, чтобы не был наказан. Я вижу в этом особую милость Божию. И вот один священник на меня нажаловался, что я всю старобрядческую молодежь увел к баптистам. Ну, что, отлучать, запрещать, причастие не допускать в Москве, ничего не докажешь, это бесполезно. У старобрядцев там это строго дело-то. Ну, и все, стою у дверей. Ну, а продолжаю ходить, проповедовать то другое. И, наконец, мы в Москву поехали с грамотой, или, как сказать, за свидетельством от отца Трофима, который священник у нас был, венчал. Вот. И теперь обстановка изменилась. Этот протеерей, духовник, архиепископ, архиепископия у них была-то, ну, как патриархи, он его исповедовал-то. И он с ними разошелся. Ябедник, который на меня, Павел Морозов, фрунзи, с дочерью Машей ездил-то. Его запрещают в служении, он служит. Его извергают и предают Анапими. И дальше издают энциклику, не отпевать даже его. А меня обнял, там Сахаров был, священник, сейчас не назову даже, Ян или как. Вот. И говорит, хорошо, что вы никуда не ушли, а то теперь он на вас говорил, а вы все это выдержали. Вот и весь сказ. Священника, предать Анапими, не отпевать. Вы понимаете, что это такое? Какая? Это катастрофа. Зачем он это делал? А он оклеветал нас. Ничего этого не было. Оклеветал. Вот этот человек, старообрядец, я его знать не знаю. И видите, как он хорошо все описал. Почему там? Там работать нельзя. Быть старообрядцем, значит, ни одного шага не сделаешь. Не было бы детского лагеря, деревни, не было бы книг. Ничего этого не было. Совершенно ничего. То есть засушить. Я этого не мог делать. Это настоящая церковь, с иерархией идет. Белокринитская иерархия. Александр Дорохин. Если вам не трудно, не могли бы вы посмотреть вот это видео и сказать, что это за человек? Надеюсь, вы в более опытных вопросах. Что противно нашей вере, а что нет. Ну, сейчас это как... Что он тут... Открыть можно? Все, то уже... А? Нет страниц уже этой, все. Ну, нету, поэтому и ответа нету. Дальше. Вот, может быть, я отвечаю дальше. Что тут перед ним написано? Геннадий Тихонович, здравствуйте, пожалуйста. Скажите, как можно обосновать то, что и маленькие девочки должны покрывать голову? Ну, вот я открываю. Первое коринфя... А, есть одно важное изречение Святой Библии. Именно на эту тему. Первое коринфяном 11.17. Сейчас ответ-то я даю ему, вот теперь он ответ просчитать может. Рассудитесь сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Все. Далее беру в кавычки по блаженному феофилакту. Толкование. Опять самих их поставляет судьями, дабы вполне подтвердить то, чего желает. Здесь намекает на нечто страшное, на то, что бесчестье восходит до Бога. Бесчестье до Бога выходит? Восходит, когда без платка женщина. Еще? Первое коринфяном 11.14.15. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Толкование. Как же не бесчестье для мужа растить волосы, когда он через это принимает вид женщины, и поставленный для господства принимает знак подчинения? Подчинение. Это подкаблучник. Но для женщины растение волос есть честь, потому что она сохраняет в всем случае собственный чин, а сохранение своего чина для каждого честь. Это блаженно-феофилак толкует. Для чего же нужно надевать и другое покрывало, если волосы служат одеянием? Для того, чтобы выразить свою подчиненность не одной только природой, но и свободным произволением. Вот и все, вот ответ какой. Прекрасный. Первое коринфяном 11.6. 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обыча, а не в Церкви Божией. Спорить не надо. Спорит тот, кто ничего не знает. С учениками спорили, со Христом спорили, но они не спорили. Это надо взять. Поэтому мне когда нападают, где-то что-то, я никогда не спорю. Я ему возвестил истину, знающий возвещает истину, не знающий спорит. Там нападать на кого-то, вообще даже я не понимаю вот это вот хамство, которое... Мне это не дано понять. Вот я знаю, есть там садомиты, я знаю, что говорят есть, но у меня в разуме не вмещают. Ну не может быть такой мерзости. Ну зачем это? Когда все естественно, употребление женского пола, как Павел пишет, отвергли это. Не знаю. То есть в уме. Умом я еще как-то допускаю, но сердце не принимает. Это настолько противоестественно, что не может, не должно быть этого. И здесь ответ. Плакование подлинно противоречит подобных предметах и дело любопрения. Любопрение. А не размышление и разумение. Поскольку, может быть, корнифяне, желая помудрствовать, пускались в рассуждение, чтобы доказать безразличие в всем деле, то апостол говорит, что не мы не имеем такого обычая, то есть или спорить, или чтобы мужу растить волосы, а жене не покрываться. Не прочие церкви. Поэтому вы противитесь не нам только, но и всей церкви. Это должно показывать слушателям. Ничто не делает сверхобычий апостольского. Вот так. Следует еще раз прочитать полным контекстом из Святой Библии. Первой Коринфянам. И вот посмотрите, с какого стиха идет. С первого стиха, ну, прочитайте. Вот оно есть. Я оставляю. Видите, как красным, черным. Шестнадцатый размер. Это я украшаю так. Мне нравится это. И дальше. Из толкования Феофилакта и из подлинного смысла из Святой Библии видно, что речь идет не о замужней женщине, а именно о женском поле, жене, и о муже, как о роде, а не в возрасте и статусе семейном. А в противном случае мы можем продолжить речь Павла, когда он говорит уже и о муже. Тогда это нужно будет относить только к женатому. Видите, он задал один вопрос. Задавать легче вопросы, чем отмечать. И вот смотрите, на один вопрос какой у меня ответ. Дальше. И до какого же возраста тогда будем разделять сие? То есть когда она должна считаться женой, не женой, если понимать, что речь идет о замужней? До какого? А если она не замужем вообще? Или монашествующая? То есть тоже есть. К слову сказать, монашествующая, там Михаила. И в кого-то, в честь кого-то называют. Святых таких не было. Вот это вот откуда взяли? Мужскими именами монахин стали называть. А раньше никогда этого не было. Это что-то новое. То есть она что-то не добрала, или фамилии мужа, или что, как Ксения Петербургская, там одежду ее. То есть вот это просто не годится. Тут нет конца путаницы и спор возникает, чего в церкви не должно быть. Рассуждать иначе и на незамужних не распространять. Необходимость платка покрывала. Тогда остается только прихоть и своенравие. Старообрядческое упрямство, свирепость на все, не вмещающиеся в невозрожденную от Бога душе. Зверонравность духа, невозрожденного от Духа Святого. У них незамужние должны полголовы не покрывать, чтобы чубы видно было. И как бы ни проглядели их ищущие невест и жаждущие женибы. В противном случае, при слове «муж» мы должны в равной степени относить это только к женатому. И давать разрешение в головных уборах быть и в храмах мальчиком, или ни разу не женившимся. Явно, что тут подпадаем под курс семинаристов и академистов. Как будто бы там главная цель за время обучения научить оправдывать любую пакость в жизни и в храме. Давать грамотное объяснение любому заблуждению и прижившемуся беззаконию в церкви. Изощренность очень грамотных гамок тут видна у всех, кто по интернету дает ответ о ношении женщинам в мужской одежде. Все одинаково оправдываются и умно и погибельно. Как будто этого одного недостаточно. Второзаконие 22.5 На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делайше сие. Мерзавцы оправдывают всегда мерзкое, притом богомерзкое, ссылаясь на наличие ширинки или ее отсутствие. Ну а святая Русь, почему, как относится к русским? Стихотворение «Святая Русь». Вы зарядите «Святая Русь» в ютубе и ее исполняет. Ну вот прочитай на всякий случай. Это мое стихотворение. Я не поэт. Я дальше сейчас продолжу. Стихотворение «Святая Русь». Не знаю, для чего так лгать. Заучено, цветасто и искусно. Прислушайся за каждым словом мать. Пищаль веков чадит и в сердце пусто. Не верится. И верить вам грешно. Опровергать здесь нечего. Напрасно. Во всем всегда одно большое «но». Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме, не тысячекилометровое пространство. Но в покаянии и в сердце и в уме, пусть маленькое, но христово братство. «Святая Русь». Когда была святая? Скажите дату, срок. Да нет, ты понимаешь. Ну ладно, ладно. Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Все подгребли, саму, тайгу и в югу, и расплодили нехристи воров. Кто хуже нас сокровища земные, транжирит, сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне, при Балтике, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенное нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. 15.04.01 год, Игладь Тихонович Лапкин. Лука 12.32. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Вот ответы пошли, которые отдавите. Какие большие ответы на каждый вопрос. Вот она хочет сказать, что она... Не буду брать, она не дома. Откроет, значит, ей надо потерять деньги. Там, кажется, кнопка есть какая-то. Не знаю. Ну, я только открою, она сразу включается. Ну. Алло. Алло. С миром, ты... А, вот какая причина. У нас все хорошо. Если я не беру, то я берег твои деньги. Ну, теперь с тебя высчитают 2,5 рубля, все равно. Все, 3 сигнала давай достаточно. Отошел. Татьяна. Вот попутная поэзия. Там прочитал, я не поэт. Я книги очень люблю. И вчера мне прислали. Ну, ты взял почитать, не надо говорить, где, чего там это достали. И вот посмотри, как она называется, книга. Поближе подойди или как. Молитва русских поэтов. И вверху что написано? Библиотека всемирной литературы. Вот как она оформлена. Здесь постриг идет. Ну, я прочитал, посчитал сейчас только. У них взято примерно 124 поэта. О молитве, именно селенаправленно. Вот они где идут, по порядку. Вот. Сейчас я покажу просто эту книгу. Она мне понравилась. Вот первая страница всемирной литературы. Вот она как выглядит. Где она издана была? Ну, я не знаю где-то. Я еще только... В Москве. В Москве. Только начал читать. Ну, маленький тираж 3000 экземпляров для такой книги-то. Ну, вот это оглавление. Какие поэты идут. Вот она и идут. Это все оглавление. Видите, как много. Ну, столько авторов. Краткие там биографии. И дальше идут молитвы. Как она составлена. Вот стихотворение. В стихотворной форме. Вот. И здесь тоже в конце. Несколько поэтов-то. Это не все. Вот так. И вот как она выглядит в конце. Сколько тут страниц? Сколько тут? 638. Ну, я посмотрел и, видимо, закажу. Закажу. Понравилась мне книга эта. Издана как хорошо. Аккуратно. Ну, главное, поэты. Но дело в том, что я сам издавал это. Не издавал ни один раз. На пленку когда-то насчитывал стихи. Вот понимаете. Вот. Еще не начнешь рассказывать, будут нападать. А вы о себе расскажут. Прям умирает от этого. Я понимаю, это завистники. Я от этой книги. Кто? Был я в Грузии. Ну, и с одним братом. Он тогда был даже не священник. Наум Израилевич, еврей Борщуков. Он говорит, тут одна бабушка болеет. Давайте попроведуем. Ну, бабушка болеет. И для меня это просто радость одна. Пошли к ней. А она еще так ходит. Сухонькая бабушка. У нее, говорит, книга есть такая. Там поэзы, поэты разные. Что-то так поэтичное. Такое название. Сейчас я могу не сказать. И она дала почитать. Я гляжу, там разные поэты, поэты идут. И не как-то поют, а на события библейские. Гюстава Даре. Картинка черно-белая. И поэт. Вот. Картинка и поэт. Как мне понравилось это. Попросила, она не дала. Мы вышли. Я не иду никуда. Нет, я не пойду. Надо выпросить. Я их начитаю. Найду артистов настоящих. Вот посмотрел, он там живет. Не раз видел, нужды нету. Я просто не такой. Не такой, не то что хороший. У меня чувство. Если я коснулся и увидел, там что-то есть, я буду биться и биться, пока мне не дадут, как Антоний Великий. Где бы он что ни услышал, любопытный, пошел, взял и себе перенял. Я должен сделать известным. Книга о одном экземпляре. Ее больше не будет. Ее надо расширить. Печатать нельзя. Начитать. Начитать красиво, с музыкальным оформлением. Давай вернемся. Вернулись. Я стал говорить, баба, а вот если умрешь, книга-то неизвестно куда попадет. А если бы ее сделать, это как вы благовестуете-то. И она расположилась. А я дальше думаю, хорошо бы заголовок, пленки сделать, чтобы она помолилась. Дальше я часть разговора записываю, и она молится, Господи, Боже мой. Видно, баптистка своими словами хорошо молится. Эту книгу я даю, братьевку, да чтобы другие знали. И это все так и будет. Я помещу. Поэзия. Библейские напевы, кажется. Вот такое что-то там было-то. Теперь я стал искать. Все стихи читаю и смотрю, каким голосом надо читать. Давай искать. Ко мне артисты приезжали. Сам поехал по другим городам. В театрах, знакомиться. Но понимаете, это целый процесс. А зачем тебе надо? Я не могу объяснить. Мне охота, чтобы все люди знали. Вот это моя разница с другими. Меня осуждают за это, а я уже остановиться не могу. У меня огонь какой-то начинается. Я встретил интересное где-то. И вот люди любят стихи. Я их читаю. Преподаю, то есть веду занятия в университете. И издаю 26 том. Видно или нет? Вот открытым оком. Видите, это тут я, как автор книги. Вот тут благословение. И дальше вера, Библия, Христос. И вот студентам я говорю, я вам буду отвечать. Отвечать буду поэтами. На каждый вопрос 6 поэтов. 300 поэтов России за 300 лет. Вы понимаете, что это не просто так. А вопросы разные. Вот они здесь и есть. Вопрос. И дальше я отвечаю из поэта. Что Максимилиан Волошин сказал, то Лихвицкая сказала, Высоцкий сказал, что Самуил Маршак. Но перед каждым эпиграф из священного писания. Почему моя эта книга лучше, чем эта? Почему здесь Библия? А это обширное, много. Поэтому я сказал, если у меня эти все местописания убрать, то их книга лучше будет. Потому что у них там больше взято поэтов. Да не больше их. У меня 300 поэтов. А у них меньше даже. Чуть не в три раза. Ну да, я тут ошибся. И вот я хочу сказать. Ну, к примеру сказать. Посмотри, Никита. Сядь рядом. Какой мне вопрос задают? И кроме того, у них там нет ничего поэтов. У меня поэты. Вот они. Посмотри. Вот я сейчас буду показывать. Подписаны. Сколько лет жили. Это я сам считал. Вот, пожалуйста. Ну, я не знаю тут, кому потребуется. Нет, ну, просто посмотреть, какие у нас поэты были. Не все. Конечно, не все. Без Евгения Евтушенко мне бы не издать. Главная помощь им оказана была. Поэт такой. Вот она, смотри. Там ни одной фотографии нет. Почему, не знаю. Ну, неплохо посмотреть, какие люди были. Какой Набоков. Там Бунин, Нацан. Вот, пожалуйста. И вот. Ну, вот тут как раз и коснулось. А сейчас следующее. Вот сейчас Никита прочитает. А ты сфотографируй. Посмотрите, каким шрифтом записано. Какой вопрос? На выбор. Вот здесь. Считай. Если вы говорите, что вопрос женитьбы из-за мужества настолько важен, и важнее его только покаянием, обращение ко Христу, то как молодым разобраться? Есть ли этому нигде нет учат? Может, нужно какие-то курсы организовать для молодых? Ответ. Вот теперь я ответ. Знаете, каким шрифтом вопрос? Курсивым. Это другой совсем шрифт. Теперь я отвечаю. Какой мой ответ? Домострой все это уже провел на практике. А до него по этому вопросу были прожиты целые тысячелетия. Изобретать тут нечего. Сватали родители или сваты. Выходили замуж, никогда даже не видев глаза женихов до толи. С книга судья, 14.3. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных? Бытие 24, 57, 61. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Просто не ломалось ничего, пойду. В глаза не видел, а там может какой-то одноглазый, горбатый там. А что, семья верующих. Пойду. Лишь бы за неверующего не выйти. Да то попробуйте сделать это у православных. Да не получится ничего. Вот ответ где. Ответ я даю Библию. Я ничего не выдумываю. Дальше. И отпустили Ревеку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Врамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое, с жилищами врагов твоих. То есть не благословили ее аборты делать-то? Дальше. И встала Ревека, и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. Вот, пожалуйста, какой кадиллак был тогда БМВ. Ну еще. И раб взял Ревеку и пошел. Все? Да. А теперь я отвечаю. Вот кто поэт. Маленько прочитай скупет хотя бы. Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбы дорожил, как товарищ, как знакомый, как приятель он не раз, провожал ее до дома, до калитки в поздний час. Кто написал это? Сергей Михалков. В каком году? В 1955-м. Дальше. Что считай? Место какое? Притча 22-6. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. То есть это я в школе, в университете должен был рассказывать людям. Вот задали вопрос, записка пришла, по горящему следу тут же я отвечаю. Вот какой поэт. Дальше какой поэт? Куплет прочитай. Мы любим и любви не ценим, и жаждем оба новизны, но мы друг друга не изменим, мгновенной прихотью полны. Ну, много считать можно потом. Кто написал? Мережсковский. Вот так. Не написано какого? Нет, значит, года нет. И дальше эпиграф. Серахов 48-22-23. Но ты, Соломон, наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих. И они горько оплакивали твое безумие. Безумие у мудрого Соломона. Что власть разделилась надвоем, и от Ефрема произошло непокорное царство. Вот эпиграф. Дальше кто? Опять это третье стихотворение. Какое? Куплет, прочитай. Отец мой пил, скрывая это. Вернее, пытаясь это скрыть. Придя домой, он брал газету, спешил сейчас же закурить. Так, кто это? Константин Ваншенкин. Ваншенкин. Дальше это три стихотворения. Три-четыре. Четыре, наверное. Дальше. Притча 24-я глава, 30-й, 34-й стих. Ну, Даша, притча, вот эпиграф какой, и потом стихотворение. Прочитай хотя бы куплетик. Засни, дитя, спи, ангел мой, мне душу рвет твое стенание. Ужель страдать и над тобой, ах тяжко и одно страдание. Кто написал? Жуковский, 812-й год. Ну, Жуковский, Василий Андреевич, да? Да, я не знаю такого. Друг Пушкина. Он умирающего Пушкина, он на руках был. Воспитатель царских детей. Он дальше идет. Да, и дальше кто? Притча 30-17. То есть уже 5, наверное. Гласно смехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольнее и сожрут птенцы орлиные. Так, а дальше кто сказал? Гамзатов как его. Расул Гамзатов. Расул. Какой? Ну-ка начни хоть маленько. Есть три заветных песни у людей, и в них людское горе и веселье. Одна из песен всех других светлей. Ее слагает мать над колыбелью. Так, ага, это опять. Вот шестое. Вот шесть. Дальше эпиграф. Эпиграф из священного писания. И дальше куплет. У Ванюши не паха на Пашенька. Закружил у Ванюши Наташенька. Вот так. И кто это написал? Исаковский. 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 Михаил Васильевич. Ну вот, пожалуйста, и дальше эпиграф. Вот чем отличается. Шесть поэтов. Я отвечаю здесь. Это книга. Студентам там, кто приходит. Шесть поэтов за 300 лет из 300 поэтов. И каждому эпиграф поставлен. Ну понятно, что эта книга. С чего стоит. Ее нигде нельзя оставить. Если на библиотеке, ее прям рядом стоит. Сразу сметают. Почему? Притом не просто поэта. У него же много написано. А конкретно по тематике. Вот какой вопрос и такой ответ. Поэтому я считаю, эта книга уникальная. Просто уникальная. Это Бог так сделал. Я отвечал, должен был знать, откуда 20 тысяч стихотворений. 20 тысяч. Ну и как это? Ну Бог дал память. Знал, засчитывал и говорил. Сейчас еще сравниваю это где-то. Ну не обижайте, что я сказал так-то. Не умирайте от страха. Любить надо. Любить свое дело. И ты будешь счастливый. Ну и так дальше на этом. Сейчас я покажу еще. Чтобы знали, где наш сайт. Пригласить людей. Вот наш сайт. Посмотрите, какой прекрасный сайт. Вот здесь все книги наши, вот рядом. Вот главный православный форум. Ткнешь только в него, в православном форуме будешь. Жать здесь. Дальше. Видеоканал. Нажал на наш видеоканал. Попал сразу же. А здесь новый завет с толкованием. Новый завет с полным толкованием, с откровением вместе. Впервые за 2000 лет вышел такой. Иллюстрации. Вон там. Возьми одну книгу показать хотя бы. Ну, да можно все снять. Сними все. Я отвечаю. За 2000 лет такого издания не было. Не было. Ни в Западной, ни в Восточной Церкви. Просто не было. Вот. Мы раскрасили. Вот оно как. Каждый том. Это 752 страницы. И там тоже. Все книги одинаковые. 752 страницы. А почему такая цифра? Чтобы на 16 делилось, когда листы перегибают. И вот смотрим. Какой том. Такой-то том. Вот первый том. Везде закладки. В закладке российского флага. Красный, синий, белый. Вот. Теперь. Выделенные места. Как она сделана. Это толкование облаженного фапилакта. Далее дают 297 комментариев о положении церкви. И далее. Ну. Пожалуйста. Раскрасили Гюстава Доре. 230 иллюстраций. И 10. Так как комментарии здесь есть. И 10. Из российской классики. Вот она. Где классика. Да даже показать. Ну 240. Чего-то стоит это. Это вот полон с откровением. Одно откровение только. На него 340 страниц здесь уходит. Отец Геннадий Фаст. Магистр богословия. Тогда он еще диаконом был. Из Минонитов пришел. И он проработал всех святых отцов. Кто что говорил по откровению. То есть это супер уникальный труд. Вот он в библиотеках мира. Мы провезли везде. В королевских библиотеках. У Путина в библиотеке видел стоит. Господь позволил это сделать. А зачем вы делали? Я видел остальное, что считал. Непрофессионально издано. Трудно считать. Находить. А здесь где бы ты ни открыл в любом месте. Сразу видно. Какая глава, какой стих, что именно толкуется. Ну вот в 3-й том. Тут большие отрывки. Вот только открываю. Вот. Это не открывано. Это на сегодня отправлять будут. Вот оно. Что Матфея. Глава. Толкование. Блаженна Фефилакта. Тимофея. А теперь смотришь как Матфея. Но. Крупные места выделяю. Ну вот. Глава такая-то. Сразу видно. А вот. И. Л. Это мое. Здесь две черточки. Отчеркнуто. Другой шрифт. И я даю комментарий. Комментарий на блаженна Фефилакта. Комментарий только на слова о крещении, где говорит. О любви к Библии. И о проповеди. Только эти слова выделяю. Показываю. И когда берут священники. Что вы придумали? Там такого нет. Я говорю. А у вас есть? Ну у меня дома стоит, говорит. Патриаршее здание. Ну посмотри. Посмотрел. Правда есть. Но это не один, не два. 297 комментариев. А 900 лет назад блаженна Фефилакта жил. И никто за 900 лет даже не попытался это сделать. Мне просто захотелось сделать. Приблизить к сегодняшнему дню. Ничего не толкую. Ничего. Дальше. Да слово Божия нет. Это книга как бы автобиографичная. К истинному православию книга. Вот она где. Она открыта. Положена. Ну что тут говорить. Я материал 40 лет собирал на нее. О хрещении. Обо всем. Вот проповеди мои. На нашем сайте. Стихи. Это мои стихи. Наши фотографии. Здесь вот златоустые. Все. Но найти все это нужно в православном форуме. Вот я сейчас. Ну для примера. Вот здесь вот отвечают 4124 ответа вопроса. Это разбито на 55 папок. На любую проповедь. Благовесть. Откнул. Все. Пошли. В каком томе. Какой вопрос. Ну понравился вопрос вот этот. Я воткну сейчас. Какой том там это здесь. Шестой. Я воткнул. Вот теперь пошел ответ. Черным. Курсивом. Это жирным. Это места писания Библии. У меня ответ во свете Библии. А таких ответов православных нету. Ну нету просто. Ну найдите где-то. Познакомьте. Почему мне эту роль Бог дал. И я старался ее выполнить. Ну это. Вопросы были в разных университетах. Где вел занятия радиопрограммы. Милости просим. Приходите на наш сайт. Форум. Вот. Это я уберу уже дальше. Вот показал где. Вот сколько у нас здесь фотографий на этой страничке. Игнатий Латкин. Приходите в друзья. Вот можете тогда. Да так можно брать даже. 18 380. Сколько видео? 2169. Вот. Вот у нас. Вот сейчас только пришло. Три. Кажется. Три. Вот сегодня заработал. Вчера тут программист поработал. И открыли. Распечатали мне в Ютубе. Вот эти. Сразу чтобы можно было найти. Вот тут. Под замком. Которые это еще не выставлены. Я выставляю каждый день. А вечером два своих стихотворения. Вот. Даже можно просчитать где-то. Сахарбонука. Бойка. Бойка? Да. Я не вижу что-то. Вот они идут. Ну идут девушки. Ну посмотри какая красота. Это из РИА новости у нас приезжали на Пасху. РИА новости. ну сами знаете, фотографы знаменитые такие это, и даже на это клевещут ух, только вот так увидели фотографии, ну надо расплодились сектанты как, прямо шлопаются я знаю, это люди патриаршие и часто причащаются, неподготовленные просто из одной злобы состоят как будто бы демонов хотят превысить злобу, что они могут сказать? не дай бог вам познакомиться с беженцами с Украины, будете все на замок закрывать ну я сейчас посмотрю открою, вот как дело, я откнул его, теперь она открывается а здесь наша староста сидит трехмесячный ребенок ну и Маша там полтора годика и он заходит и видит, что мы в таких условиях не в ады то есть она является как бы завучем преподает, а он староста, у него где-то 180 гектар земли хозяйство, 36, кажется, крупного рогатого скота, начинал с нуля ну вот, попросили меня с Украиной, вы дайте интервью со своими жителями, и что отвечают на это? вот, теперь, кто это? не, Саша Бойко этот же не дай бог вам познакомиться с беженцами с Украины будете все на замок закрывать да и с пьянством бороться ну эти какое, предупреждают что отобразно, ну, с пьянства пьяница у нас не поселится у нас поселится может тот, кто докажет что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует ну, бог хранит пока так благодарим за предупреждение как его звать, Саша Бойко, но так это остается никто, дальше сейчас только было, там свежее пока говорили, а то что? какой-то вэмшчин видите как все? это я заранее скажу, выброшу я его скрытый как змей кто-то, я его не знаю может он хороший сказал, но уже два раза, два раза это значит уже что-то, ну, опыт у меня есть что он тут говорит? это комментарий к Чаплину Чаплина, обязательно какой-нибудь пакость скажет ну, не он, не он, такие люди, я говорю ну, что тут говорит он, сейчас посмотрим зачем ему было скрываться? что он говорит? посчитай 43 минута 30 секунда процедурное мышление а что не так с этим выражением? есть системное мышление, научное мышление математическое мышление техническое мышление, медицинское мышление архитектурное мышление и так далее неужели теперь всякий человек использующий в своей деятельности какой-либо из существующих способов размышления является безбожником? если так, то все врачи, ученые, инженеры архитекторы и прочие безбожники но ведь это неправда ну, видите, это как вот он говорит я прошу, кто это сказал поставьте фотографию и полное имя, фамилия я просто выбрасывать буду да я знаю, за этим кроется недоброе у человека честному не надо это скрывать-то вот и перечисляют мышление мышление, три строчки мышления одна в Потеряевку просится а что умеешь? а вы мне там старичка какого-то найдите мне в 65 лет, только чтобы родные не знали хоть какого-то завалящего старичка, я умею пирожки стряпать с капустой пирожки с картошкой пирожки умею с яблочками и одна перечисляет, какие пирожки то есть это такое искусное у ней другой в Потеряевку просится мы получили полторы тысячи заявок поселиться в Потеряевку приехало только два, остался один один приехал, честно деньги есть, стёб построить но я матерюсь молодец посмотрел всё и уехал а другой, у меня два высших образования там экономические, там ещё философские но делать я ничего не умею да как зачем-то тут же с нуля надо строиться фундамент заложить скотину завести ну мы начинали-то с нуля каждый сам по себе своё хозяйство коммуны-то у нас нету вот староста он живёт у него всё есть у него там четыре трактора там три или четыре машины это постепенно, с годами он за двадцать пять лет и вот так, не так, что в один день богатый стал он работает день и ночь это труженик, каких только поискать ну что я скажу ему остаётся здесь пакости не говорил но я советую прислушаться, что ж ты сказал и ещё что-то говорит что? так это второй раз, что ли? это другой ролик уже, по-моему другой нет по-моему, он и самый по-моему, это вторая часть ну давай что он говорит? патриархия, не церковь а понимаете вот я знал, что что-то вылезет я выброшу это патриархия, не церковь ну ты же видишь рассуждения какие зачем ты с этим туда лезешь? а это другие будут считать патриархия, это церковь но тяжко больная это церковь это церковь благодатная это легко доказать легко я уже все это показал но столько там нанесено всего ужас просто но это церковь это корабль дальше патриархия административный аппарат для организации земной жизни церкви только и всего а, ну он имеет вот что в виду-то ну ладно, дальше довольно странно от администраторов требовать благовествование Христе вместо администрированно-организационной работы ведь направляя пастуха пасти овец или коров от него требуют следить за животными а не благовествовать окрестным селом напрасно не следить за животными вот у нас потеряльки дети и так пастут а накормить напоить чтобы он знал куда погнать вот сколько ему надо в какое время все а не просто ну так можно загородку загнал где-то в воду и держи их только и никуда не выпускай неправильно это дальше патриархия возможно и тотальная всегдашняя ложь в кавычках но те кто говорил с отцом всеволодом представляют явление много худшее поэтому их заявления не должны приниматься во внимание никогда на мой взгляд критикую патриархию следует всегда помнить что тот кто желает ее уничтожения желает причинить вред церкви и вдохновляется врагов рода человеческого а, вы ж какие рассуждения ну нет надо работать это все кабинетное где-то прошу поставить фамилию имя чего он боится кого боится это страх трусость и корысть вот сейчас пока говорили за это время вот пришел человек ну ни о Боге здесь ни о спасении души ничего нету тоже может быть из администраторов вот ну и здесь я уже показывал где-то форум какой показал какой YouTube еще есть время маленько все уже ну уже мы сделаем так что чуть-чуть больше часа я отключаю это вопрос 29 тома вопрос 3902 я приносила старообрядцам ваши книги а потом они перестали брать и сказали что вы отлучены от церкви что они имеют ввиду я отвечаю ответ они имеют ввиду свою обычную ложь темноту и свирепость я был оклеветом отцом Павлом Морозовым может это Павлик Морозов уже вызрел для более важных доносов что увел якобы всю молодежь к баптистам я об этом уже отвечал немного в томе понимаете никто бы это не знал я все открываю открываю во вред мне истина никогда не может быть во вред а другие теперь это берут а вот ты такой-то был хороший плохой я все публикую я не шлифую свой образ а вы то никого даже фамилию не можете показать у меня все какой том какая страница и дальше я об этом отвечал в 90 томе открытым боком вопрос 2406 потом меня бласкали в архиепископии а священник Сахаров тоже даже обменял и поцеловал похвалив что мы всю эту клевету выдержали достойно и сказал что Кляузу возвел на нас протеерий бывший духовник архиепископа отец Павел Морозов нам дали вот эту бумагу Божьей милости Иосиф старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси сентября 22 69 заголовок прочитает Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас у старообрядцев так письмо настоятелю церкви во имя Рождества Пресвятые Богородицы в городе Новосибирске священнику Трофиму Артемичу Грибневу никто бы не знал если я не опубликовал документ в одном числе и он как будто бы я уважаю своих считателей я его публикую и меня свои даже говорят ну зачем это все делаешь люди будут относиться к вам хуже а мне не интересует ваше мнение я вам дал а вы уже сами решите на какую сторону извещение благоговейный Иерей отец Трофим сообщаю вам что старообрядческую архиепископию посетили прихожане Новосибирской общины супруги Игнатий и Надежда Лапкина состоящие в отлучении церкви за молитвенное общение с баптистами принимая во внимание искреннее раскаяние в допущенном соблазнительном поведении и обещание впредь не обращаться в молитве с инаковерующими считаем возможным снять с Игнатия Надежды и эпитемию отлучения и допустить их к церковному общению с верными основанием для снятия эпитемии послужило также ваш отец Трофим письменное свидетельство об исправлении отлученных благословляю вас отец Трофим принять Игнатия Надежду церковное общение и поручаю вам как духовному отцу иметь от них пасторское наблюдение Бог вам в помощь призываю на вас мир и Божие благословения смиренный Иосиф архиепископ московский всей Руси я поясняю дальше видите другим шрифтом я выставил это все те которые сейчас ну не расположены ко мне они за это ухватятся и прочее вам это на пользу будет нет вы там себе ничего не можете сказать даже фамилию свою страшитесь фотографии нету дальше в это время мы уже переехали в Барнаул и я ни разу больше не был у старобрядцев на их молениях ни разу мне этого уже было вполне достаточно и я совершенно твердо уверовал в то что старобрядцев трудиться в евангельском духе благовестовать миссионерствовать не дадут никогда так от такой же печной трубы могли меня они отлучить из-за из-за что если я уже работал печником не у них вот то есть после когда я уже не стал ходить они говорят а он отлученный на меня нету вот бумага пришла и я выехал буквально на следующий день выехал и все меня там не было но когда я уезжал в Америку в 92 году то был у них в архиепископии и они архиепископ Олимпий и его брат Леонид и еще несколько человек с Антоновым Александром вкупе очень хотели чтобы я был у них на их условиях и я тогда сказал сначала проверьте на каком я счету у вас и секретарь очень долго искал и ничего не нашел и Олимпий сказал будем считать что ничего не было то есть после того как будто меня отлучали не было я же спросил на это их яко не бывше написать опровержение и разослать старобрядцам когда же я пришел первый раз на исповедь в Покровский собор к отцу Симеону Титову Московской Патриархии и рассказал ему все спросил могут ли старобрядцы налагать на отшедшего от них прещения то он только посмеялся над такой мыслью книги же мы не читаем старобрядцы вовсе не поэтому а как сказала одна из них моей сестре Валентине Игнатий ссылается на Библию а я ее не читаю и не люблю вот и все а там 3000 ссылок им до моих книг еще расти не одно столетие Даниил 1343 ты знаешь что они ложность свидетельствовали против меня и вот я умираю не сделав ничего что эти люди злостно выдумали на меня это я ко всем говорю которые вокруг ходят там разные названия даже вчера собрание было после этого никого не хочу называть отошел им ничего не надо батюшка сказал хоть ты что делай никак Господь допустил я благодарю за них их учат страшные но прости им Господи они не молятся они не знают Бога не знают православия и Псалом 55.7 собирается притаивается наблюдает за моими пятами чтобы уловить душу мою следует внести некую поправку в дату всего документа по всей вероятности здесь простая опечатка так как отлучение было в 1967 году а снятие в 1968 году в Бурном мы приехали окончательно на второй день Пасхи в 1968 году дата эта очень хорошо запомнилась тем что мы приехали в Барнаул не имея места где остановиться с нами была и моя сестренка Марфа которой было в то время 8 лет и она жила у нас в Новосибирске мы заехали к Корнилову Ивану Федеевичу и жене его тете Поли у которых еще много раньше жили на квартире почти все наши ребята они жили как раз за горбольницей на улице Молодежная пока я прощался с хозяевами Марфунька выскользнула за дверь второго этажа мы вышли ее нигде нет мы забегали по этажам пусто на улице нет нигде что делать было отчего захолонить сердцу но мы встали на молитву и вдруг с верхнего этажа выходит мужчина и выводит ее из комнаты живой невредимой столько забот дала всем нам и еще относительно отлучения оно было не только дико беззаконным но и вообще основанным на абсолютной лжи и ненависти но так как у старообрядцев конь есть ложь во спасение в кавычках то это у них в порядке вещей оклеветавший нас отец Павел Морозов жестко жестоко жестоко и тоже вполне неоправданно был запрещен старообрядческой архипископии служения потом с него был снят который на нас оклеветал оклеветал потом с него был снят сан и запрещено было даже молиться за него после его смерти это уже запредельная свирепость старообрядцев причем тоже из обычного их арсенала желание уже после его смерти досадить ему и его родным он мой враг меня оклеветал а мне все равно жалко его жалко с Машей и севдочкой нельзя знать себя было а я ходил и знался непримиримая и вечная ненависть к Никону и царю Алексею Михайловичу с 1666 года растворила и в дремучей мстительности и непримиренности к тем кто не с ними хотя бы в одной букве в одном не так прыгнутом пальце попытаются ли они эти слова провернуть когда нам была уже выдана бумага мы на самом выходе в тамбуре встретили в архиепископии в Москве на Рогожском кладбище встретили Евгения Бабкова старообрядца чей отец Алексей работал в архиепископии и который допустил меня к их библиотеке где я провел доброе время и даже ночевал там и с Евгением мы были чуть ли не одногодки он кажется окончил строительный институт какое-то время мы с ним даже изредка переписывались я однажды рассылая письма с поздравлениями с Пасхой допустил роковую ошибку а его к ним те конечно не обратили особого внимания на оплошность а вот уж старообрядец мертвой хваткой вцепился в слова где я баптиста назвал братьями он мгновенно вычислил кавычки меня и объявил мне войну Евгений Бабков это у старообрядцев когда говорят сейчас в интернете считаю но вот Игнатий он знает каноны все с ним у нас старообрядцы никто не может соревноваться вот Евгений был бы может быть он бы еще смог то есть они понимают уровень это здраво могут рассудить и говорят у нас в старообрядчестве вообще никого нет кто бы мог опровергнуть как-то ну и что ни о каком примирении не могло быть речи и сколько я не писал к нему сколько не пытался изъясниться что в доме Еремеевых я получил впервые Евангелие все было напрасно он по старообрядчески не просто отверг меня но делал все возможное чтобы мне никогда не быть с ним в одной упряжке увидев нас тамбуре он грозно спросил взглянул взглянул с подлобья а вы что тут делаете вот я попробую как он мог сказать а вы что тут делаете а что вы тут делаете вот я как-то квелый ты такой попробуй прочитать правильно ну понятно грозно взглянул из подлобья ну а вы что тут делаете не можешь а что вы тут делаете повысь голос маленько давай ладно я все еще в эйфории от радости тут же и сказал незаконное отлучение снято с нас. Он так и скинулся. Стойте тут! Стойте тут! И побежал в канцелярию. Его долго не было, и наконец он темный хмурый выдавил. Ладно, идите. О! То есть он уже снятый клеймо, снова пытался навесить на нас. Так о каком же сотрудничестве, о каком братстве во Христе могла идти там речь? О, если бы при самом начале войны против меня знали они с отцом Павлом, что ждет их. То есть вот два человека. А Павел, исповедник, архиепископа, патрианка, если по их понимать-то. Его полный разгром. Евгений этот, у него кажется, девять сыновей. Он архитектурный университет видимо кончил. Что-то такое. Мы одногодки с ним. Всего письмо только где-то. Он объявил войну и везде всем говорил, что с Игнатием нельзя еретик. Ну как сейчас патриархийное это я называю кодло. Кучей просто. И он это делал. Дальше что делать? Он коснулся меня. Я говорил, не надо Жене этого делать. Ко мне нельзя прикасаться. Что-то будет. Того сразу разбили. И теперь с этим что будет? Почитайте. Этот Евгений потом служил в городе Гомеле священником. Андрей Долгов из Новосибирска один из самых близких и лучших друзей моих встречался с отцом Евгением. И как рассказывал Андрей Феодотович, они подолгу с ним гуляли ночами. И отец Евгений постоянно и очень настойчиво убеждал Андрея, чтобы тот порвал со мной всякую связь и вообще не встречался. Но Андрей убеждал отца Евгения в обратном, хотя и безуспешно. Однажды, когда отец Евгений ехал в Москву, случилась большая беда. Идущий навстречу грузовик Долгуша, как мне описывали и дорисовали схему крушения, перерезал им дорогу, перескочив между путем. Удар пришелся как раз с правой стороны спящего отца Евгения, которому не было дано на покаяние ни одной доли секунды. Мгновенная смерть. У него осталось 9 детей, как мне говорили. И еще один враждующий пошел с дистанции. Сошел. Сошел с дистанции. Это подумайте, что такое. Вот устарабляться более сильного против меня врага не было. Ну не я же его убивал-то. Так я покажу таких десятки людей. Десятки. Вот московский комсомолец, известная газета в Алтайском крае. Он статью за статьей пишет меня. Предупредите его, не трожь меня против лагеря, закрыть Лапкина. Ну, Александр Самульцев. Самый талантливый. Проходит короткое время, его находят убитым в подвале. По сегодняшний день непонятно, кто убил. Все разбросано было. Я пришел в прокуратуру краевую узнать. Мне жалко был. Но он сошел тоже с дистанции. Там профессор один выступил. Буквально на следующий день его остальные шпаны изрезали ножами. Все. Это не один человек. Не один. Другой прям тут же сразу на меня в прокуратуре краевую говорит, что случилось? Что за разгром такой? Я говорю, понятия не имею. Я помолился тут же о его несчастной душе, ибо он ушел в вечность тем, что переполняло его старообрядческое сердце с неправдой и ненавистью. Прости его, Господи, не ведал он, что творил. И так прошло уже 69 моих лет, и из них 46 евангелем в руках. Я постоянно убеждаюсь, что значит охрана Божия. Псалом 16, 8. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня. Второзаконие 32, 10. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Я объясняю, что так написано. Хранил. Меня Господь хранит по сегодняшний день. Захария 2, 8 стих. Ибо так говорит Господь Саваоф, касающийся вас, касается зеницу ока его. Вот так. Ну, если надо бы закончить. Что еще? Александр Дорохин. Если вам не трудно, не могли бы вы посмотреть вот это видео и сказать, что за счет на любви? Дальше. Я отвечаю. Посмотрел за счет. Человек как бы сам. Свидригайлов искуситель. Во свете Библии вся эта беседа есть провокация и тянет на стукачество через минуту после выхода из разговора. На разбор, тем зря не тратясь и только тот цена, в чем не придется раскаиваться после смерти. Римлянам 14.22 Ты имеешь веру? Имей я в сам себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает тебя в том, что избирает. Дальше. Алексей Ермолин. Вот какой он. Здравствуйте. Вот прочитал ваше мнение о РПЦ времена СССР. Так вы считаете, что там не было настоящих священников и там все было беспросветно плохо? А как же сун новомучеников? Сейчас прочитал же Диес святителя Луки воина Яснецкого. Так мне как-то ваши слова о бардаке в те времена РПЦ странно слышать. Ну, я уже об этом много говорил и на вопросы, которые ответил уже. Я так и не понял, к казакам относятся или что-то. КВД похоже. Милицейская какая-то. И дальше что-то, пункт такой. Никола, что он опять? Никола Гаевский. Об этих событиях пытался узнать и сейчас в Новосибирске. Пожалуй, не найдется человека, интересующегося, разве что, Лазарь Федорович. Да, в общине нет систематических занятий по изучению Библии. Подобные попытки провалились по причине инертности руководящих товарищей. Но это не говорит о том, что пропала жажда Слова Божьего. Бывая в других общинах, вижу, люди ходят помимо богослужения изучать, познавать и даже требуют объяснения прочитанных по учению Златоуста и Евангелия. Как и Илье было сказано в Третье Царство 19-18. Другое дело, что бывая в храмах РПЦМП, работая в них, удивляясь, какое там куцое богослужение. Если баптисты могут сказать, мы лично говорим с Богом своими словами, то как объяснить стремление новобрядческих священников к обрезанию своих служб. В первые годы при общении к православию было множество вопросов. Они терзали, а заканчивалась служба терзания. Уходили, терзания уходили. И ответы спокойно разрешались. После богослужения. Это старая обрядь здесь пишет. Так писать, конечно. Сама форма службы благотворно на меня влияет. То есть личное общение с Богом, есть изучение Слова Божьего. И есть правильное богослужение. Это молитва, что литургия, это и есть изучение Слова Божьего, конечно. Это и говорит о том, что непонятно, шесть прошли. Ну все на сегодня. Ведь он так понимает. Кто он такой, гаевский, прекрасно выглядит. Ну вот так надо заходить. Я показывал сегодня вот образец, как священник, фамилия, имя, отчество, показал открытый взгляд вот так. Он не согласен. Ну и что, что не согласен? Он может меня здесь совершенно не принимать, это ничего не значит. Мы разные. И он пришел на наш форум, и это тоже немало значит, что старообрядец пришел на форум, ну не старообрядческий, как они говорят, не каньянский. Вот наш, пожалуйста, как выглядит форум. Приходите, приглашаем, задавайте вопросы. И это вот, мы записали сегодня, завтра уже будет выставлено в Ютубе. Богу нашему слава. Простите, что не так сказал вам.